Рецепт построения общества Если вы со мной согласны, то построение общества – процесс более сложный, и нам действительно нужен рецепт. Что это за рецепт? Во-первых, мы должны ясно осознавать, чем мы занимаемся, осознавать миссию, видение и вытекающие из них пять практических задач. Мы должны найти способ привлечь новых людей, строить с ними дружеские отношения, занимать их согласно их талантам, обучать их и давать им навыки, и далее помогать им и вовлекать новых людей и старых членов общества в жизнь группы. Но не только это. Также, как мы будем это делать? Каким образом мы будем сотрудничать? Мы должны ясно осознавать иерархию ценностей. Нам нужен кодекс чести, который защищает наши идеалы и ценности. Далее, нам нужно создать серьезную программу, которая будет развивать потенциал, помогать развивать отношения служения, любовного служения Кришне, помочь жить в согласии с их ценностями и идеалами, помочь им развивать таланты и участвовать в больших проектах, и помочь им понять, что они являются членами группы, которых высоко ценят, которые могут сделать фантастический вклад. Хорошо, хорошо, это рецепт. Какой же будет торт, когда мы его испечем? Другими словами, какой будет формы, какая будет санга, когда мы воспользуемся этим рецептом? Мой Дикша Гуру Шри Шримад Бхактивиданте Свами Махарадж и мой Шикша Исаньяса Гуру Шримад Бхактивиданте Нарая Нагу Свами Махарадж оба предлагали простую и практичную модель. Это та модель, которой пользуются очень успешной материальной организацией, такие как YouTube, Google, eBay, Википедия. Итак, мой Дикша и Шикша Исаньяса Гуру оба предлагали децентрализованную сеть проектов организационных преданными, которые ведутся, я не сказал руководятся, ведутся командой бескорыстных, профессиональных, любящих преданных. Я повторюсь, они видели децентрализованную сеть проектов, созданных преданными, которые ведутся командой бескорыстных, профессиональных, любящих преданных. Вы бы хотели в этом участвовать? Я буду. И я бы хотела участвовать в этом с вами. Субтитры создавал DimaTorzok